всех приветствую дорогие друзья вы на канале шьем с иришей с вами ирина коновал и на этом канале мы шьем моделируем конструируем занимаемся рукоделием и в том числе у нас недавно открылся клуб шитья и рукоделия поэтому я вас туда сердечно приглашаю а сегодняшний выпуск я хочу провести вот таким образом я хочу с вами поговорить о грустных вытачках ну вот крутится у меня в голове уже не первый день не первую неделю вот эта тема грустных вытачек дело в том что тему вытачек мы с вами уже давно начали вы уже все умеете у нас там с вами были разные разговоры по поводу того как же правильно сметывать стачивать вытачки но сегодня дело вообще не в этом все что мы сделали все сделали правильно более того мы уже сделали с вами косую вытачку от бедра или так называемую французскую вытачку и хочу чтобы вы увидели как здесь расположены полоски вот именно про полоски я хочу с вами поговорить почему я говорю о том что вытачки могут быть грустные потому что они неправильное расположение вытачек может просто испортить ваше изделие и вы будете выглядеть шикарно вы будете улыбаться а ваше изделие будет смотреть вот так вот вниз и хочу вас предостеречь от этого и хочу схематично показать вам как выглядят полосы при определенном моделировании поэтому внимание сейчас всем этим займемся все кто не знает как сделать косую вытачку от бедра или французскую вытачку обязательно посмотрите у нас есть несколько прошлых уроков и так если у вас планируется изделие с полосками которые расположены вот так же как здесь вертикально то это практически идеальный вариант здесь можно играть полосками как угодно особенно в этом хорошо помогает французская вытачка чем больше объем вашей груди тем сильнее отстраняется в бок этот бачок и тем более косые будут вот эти полоски и тем будет круче выглядеть если же вы работаете с полосками по поперечной что тоже неплохо но здесь есть некоторая опасность есть такое устоявшееся мнение что полоска по поперечной она полнит а вертикальная полоска стройнит конечно визуально это может быть так но как шикарно выглядит тельняшка даже на полненькой женщине поэтому не отказывайте себе в этом удовольствие и так хочу чтобы мы посмотрели несколько вариантов расположения полосок расположение вытачек куда же их направить чтобы достичь своего результата к примеру если вы хотите сделать вытачку вот так же как здесь как на базовой основе практически от плеча и в то же время чтобы она зашла в полосу чтобы например она располагалась бы вот здесь и была скрыта в полосе это тоже интересно тогда вот эта часть она у вас отклониться и будет чуть-чуть по косой а вот эта центральная часть у вас будет точно по долевой и линии вот эти будут идти ровно вертикально но тогда внимание когда вы работаете с базовой основой здесь чаще всего эта линия не идет вертикально она идет чуть-чуть под наклоном вот я специально сделала этот шаблон на миллиметровки чтобы вы видели что она отклонилась даже при таком небольшом объеме груди всего 92 сантиметра в обхвате она отклонилась на 7 миллиметров а в вашем случае она может отклониться сильнее если вы вам приспичило что вот эта полоса должна быть абсолютно вертикальная тогда погрешность в 7 миллиметров на изделии не такая уж и большая поэтому предлагаю сделать небольшое моделирование это наш первый вариант первый вариант изделия если полоска идет вертикально и вам нужно спрятать вытачку в полосе поэтому мы просто переносим вот она вертикальная линия вот она и мы переносим эту линию вытачки прямо вот сюда вот так вот нахально себя ведем вот так берем и переносим эту линию вытачки вот сюда здесь она идет точно с тем же самым раствором только вершина вытачки у нас смещена чуть-чуть в бок это неплохо чаще всего мы так и так переносим центр вытачки чуть-чуть к бокам поэтому это неплохо и таким образом если ваша полоска идет вот так вот она пошла эта полоса пошла и вот она дальше здесь идет эта полоса вот такие полоски у вас тогда эта линия ровно попадает в вашу полосу я начертила несколько полос и хочу вам показать как будет выглядеть изделие когда она стачена и выкроена вот так если полоски расположены вот таким образом но вы при этом перенесли продумав это наперед до перенесли кончик вытачки прямо ровно в вашу полосу давайте посмотрим как это будет я надеюсь вам хорошо видно здесь полоса идет по долевой а вот в этом месте вот такая косина если французская вытачка это первый вариант то вот такое расположение полос на вытачке это второй вариант следующий вариант который хотела вам показать это горизонтальные линии потому что с вертикальными в принципе все понятно если вы хотите их в них спрятать вытачку то действуйте таким образом а если вы хотите их показать то конечно изделие по косой чтобы полностью все линии были диагональные тогда это крой полностью по косой нити это к долевой линии к долевой нити не имеет никакого отношения это другой крой и вообще там другая технология я думаю что в каком-то ближайшем будущем мы поговорим о косом крови потому что там много разных каверзных моментов но сейчас не об этом это уже в прикуску потому что говорим про полосы и так полоска вертикальная она всегда практически всегда она удачная полоска горизонтальная с некоторыми нюансами хочется чтобы вы носили правильно скроенную горизонтальную полоску и так если вы работаете с горизонтальной полоской тогда нужно понимать вашу цель что вы хотите сделать точно так же как мы и задумывались об этом когда говорили о вертикальных полосках к примеру у нас абсолютно горизонтальная полоса вот абсолютно тельняшка но нам нужно сделать на грудную вытачку вот она будет идти абсолютно горизонтальная горизонтальные линии я прям потрудилась сделала здесь вам тельняшку так чтобы все было понятно если вам нужно сделать вытачку несмотря на то что это слегка растяжимая ткань то куда вы ее будете располагать это вопрос к вам можете сейчас поставить на паузу и подумать мы хотим расположить вытачку горизонтально относительно вот этой полосы это всего лишь один вариант расположения горизонтальных полос к примеру у вас уже сделано моделирование и моделирование должно быть сделано именно таким образом одну из сторон вытачки сделать абсолютно горизонтальной точно так же как и идут полосы по нити утка или строго горизонтально таким образом вот этот верх поднимается что это значит ваша полоса выглядит вот таким образом вот по центру она идет раз сюда вот сюда и вот сюда дальше ну и кверху она идет абсолютно горизонтально так же как и остальная часть это я к чему это я к тому как она будет состыковываться вот теперь смотрите как она будет выглядеть после стыковки полос видите как будут идти эти полосы запоминайте эти моменты потому что это очень важно эта линия идет немножко вниз а это горизонтально теперь вдумайтесь точно то же самое будет происходить если вы сделаете наоборот точно в противоположную сторону будет выглядеть полоска если сделать наоборот если ориентироваться не по нижней части вытачки не по второй части вытачки а по первой та которая вот здесь по вот этой сейчас смотрите внимательно коперфильд отдыхает к примеру к примеру здесь у вас вверх здесь вниз просто хочу чтобы увидели как будет выглядеть полоса сверху она будет идти горизонтально а к низу будет уходить вот сюда в бок пока не выровняется вот уже ниже линии талии я надеюсь вы сейчас поняли почему я перевернула выкройку просто чтобы не делать все то же самое посмотрите на линии как они идут если вы сделали акцент на строгую горизонталь понизу тогда нижняя линия вытачки у вас совпадает с линией полосы и верхняя выглядит вот таким образом или наоборот если вы сделали верхнюю часть абсолютно горизонтальной вот так тогда в нижней части у вас вот эти линии будут уходить вот так немного вверх когда вы и линии видите вверх поднятый тогда это визуально чуть-чуть приподнимает бюст когда линии смотрят вниз вот такие грустные почему я говорю грустные вытачки потому что вот эти линии когда идут вниз и тогда получается что такой немножко разваленный силуэт такой грустный но это еще не все что я хочу вам показать у меня самое интересное припасено здесь дальше раскрываем эту вытачку напишите пожалуйста в комментариях поняли ли вы что сейчас я вам до этого момента пыталась объяснить а то иногда мне кажется что я не могу теперь самое интересное вытачка исходящая от центра разрезаю выкройку ровно по центру и веду ее к вершине вытачки с одной стороны и с другой стороны вот сейчас начинается самое интересное я разрезала выкройку для того чтобы сделать условно моделирование если я хочу сделать по центру шов и от шва горизонтальная вытачка вот такая интересная вытачка может быть когда вы работаете с полоской и теперь внимание как она будет выглядеть хочу чтобы вы это увидели вот она горизонтальная полоса вот я ее условно нарисовала если в этом месте у вас будет идти долевая вот сейчас это важно от этого все зависит именно от расположения долевой нити зависит будут ли вытачки ваши грустные или веселые теперь внимание здесь долевая нить полоса расположена абсолютно перпендикулярно и логично что она идет вот таким образом вытачка у нас раскрылась но полоса на полотне полоса она же никуда не сдвигается она идет вот таким образом давайте я разрежу до конца чтобы были отдельные детали но вы себе в голове пожалуйста представляйте что это единая целая вещь и здесь сгиб вот здесь где проходит долевая это сгиб а вот здесь разрезано потому что вам нужно раскрыть вытачку которая идет вот так горизонтально а снизу шов вот наш шов вот наша вытачка и теперь складываем соединяем эту вытачку как будет выглядеть линия вот здесь где вытачка пойдет горизонтальная линия и она будет уходить вот так вниз а к центру будет вот такой елочкой тоже очень красивый прием но есть еще один и я хочу чтобы вы эти два приема сравнили когда вы закрываете вытачку вот таким образом здесь сгиб здесь шов и вот в этом месте вытачка как выглядят линии и как выглядят линии когда наоборот абсолютно наоборот вот здесь сгиб разрезано и раскрыто вот здесь сверху вот так вы будете кроить потому что вот ваши горизонтальные линии здесь у вас сгиб а здесь у вас шов и вытачка вот сейчас соединяем вытачку и смотрим как выглядит наша полоса смотрим как выглядят наши линии они здесь будут состыкованы вот так чуть-чуть по диагонали представляете как красиво можно обыграть полоску вот это одна сторона а вот это полностью противоположная а вот теперь друзья обратите внимание вроде бы это сторона это все смотрится неплохо но насколько выигрышнее смотрится линии уходящие вверх чем линии уходящие вниз поэтому всегда думайте перед тем как вы кроите полоску это очень важно хотя все из рассмотренных сегодня вариантов имеют место быть и первый и второй и французская вытачка и расположение горизонтали вот таким образом но всегда помните о том что полоской вы можете откорректировать немножко фигуру поэтому внимательно смотрите перед тем как вы кроите что-либо если вы поняли о чем я вам сегодня вещаю если вы все поняли пожалуйста напишите об этом в комментарии потому что мне кажется я сегодня дала слишком много информации но на самом деле это еще не весь ассортимент это еще не все вытачки которые можно вместить в горизонтали в вертикали в любые полоски поэтому пожалуйста напишите в комментариях понравился ли вам этот мастер-класс какой из вариантов вам понравился больше всего потому что мы сегодня рассмотрели несколько вариантов и касаемо вертикальных полос это и французская вытачка и вытачка которая спрятана в вертикали мы рассмотрели несколько вариантов горизонтальных полос и как работать с ними и 1 2 3 4 и 5 все варианты хороши самое главное теперь вы знаете как их отличить и как их сделать вот такое массовое моделирование мы сегодня сделали я прямо устала немножко надеюсь вы все поняли для меня это очень важно пожалуйста пишите свои комментарии обязательно поставьте лайк и подписывайтесь все кто еще не подписался а я снова приглашаю всех в клуб шитья и рукоделия информации там уже достаточно много она будет пополняться а цена до сих пор демократичная присоединяйтесь приобретайте наши курсы в них самое ценное интересное структурировано все отдельными блоками по темам если вы хотите сшить юбку есть отдельный курс по конструирование пошиву юбки на подкладке не приобретайте курсы у пиратов все равно они не принесут вам пользы если вы действуете таким образом поэтому не тратьте время зря лучше приобретайте курсы у меня чтобы мы дальше могли продолжать работать и вам было приятно на душе и чтобы вся информация которую я даю шла вам на пользу а я жду вас на следующем практическом занятии оставайтесь с нами ваша ириша эту барышню мы раздеваем вот сейчас начинается самое интересное хотите вы подчеркнуть грудь вверх или она и так хороша и несмотря на то как идут линии вы все равно прекрасно выглядите что скорее всего игрой полос вы можете или испортить изделие или сделать его просто шедевром